Как выгодно продать земель? 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 Несет чернозем и песок? Здесь надо правильно понять, насколько глубоко идет залегание пород, насколько процентовка гумуса присутствует. Это слайд подчеркивает важность правильной диагностики. Здесь я хотел бы привести пример хозяйства в Липецкой области. Это наш партнер. Он обратился к нам с запросом по оценке земли. Ему сделали предложение по покупке хозяйства в Липецкой области. То есть, на первый взгляд, 3000 гектаров, 165 миллионов, хороший ценник с базой, с техникой. Но при проведении оценочных работ мы увидели, что очень нетипичны для Липецкой области земли. То есть, сложные, не особо плодородные и присутствуют даже пески. То есть, для нашего партнера, как минимум, я не знаю точно, купил или не купил хозяйство, но, как минимум, почву для торга. То есть, предмет для торга появляется. Это пример хозяйства, как он выглядит. Также, для чего важно еще знать, правильно оценивать землю. Вот есть пример сравнения по кадастровой карте с реальной пашней. Слева мы видим рисунок кадастрового участка, где массив полей представлен единым полигоном. А справа мы видим изображение, на котором видно, что это два разных участка поля, плюс присутствует необрабатываемый мочар. То есть, тоже предмет для торга и, соответственно, для понимания, что есть участки, которые не обрабатываются. Также вот кейс, значит, нашего клиента тоже в Липецкой области. Здесь хозяйство покупало землю у фермера, которого раньше арендовало. И фермер просто знает свою землю, и исторически давно на ней работают. Соответственно, смог отмежевать перед продажей самые высокоплодородные участки. И, соответственно, продал такие средние и низкоплодородные. Мы это выяснили на этапе подготовки карт-заданий для тех внесений удобрений. И, соответственно, если клиент обратился нам заранее с оценкой земли перед покупкой, то мы могли подсказать, что высокоплодородные участки, они были как раз отмежеванные. Соответственно, нужно знать. Так, а здесь вот слайд перескочил. Вот после этого слайда еще один должен писать. Это сразу, да? Ну, здесь смысл в чем? Хозяйство, значит, к нам обратилось по поводу подготовки рейтинга полей под систему орошения ОНИКОЛЬСКОЕ. В процессе работы мы обнаружили, помимо того, что у них есть по кадастровой карте 3290 гектаров, еще были неучтенные земли, которые мы навесли вот здесь выделили красным. Это 708 гектар составило, то есть хозяйство обрабатывало и знает, что эти поля есть, они, тем не менее, в кадастре не были учтены. Касательно самой задачи, которую перед нами поставила Никольская, значит, мы сделали, значит, рейтинг полей подорошения по системе светофора. То есть зеленым обозначены поля наиболее подходящие подорошения, желтым – это среднепригодные подорошения и красным – низкопригодные подорошения. То есть присутствуют лимитирующие факторы. Соответственно, вот эту задачу мы таким образом решили. Пример из Ульяновской области. Вот как выглядит, например, в основном карта хозяйства при продаже. Значит, есть закрашенные участки, которые предлагаются к продаже. И как подходим, значит, в своей работе мы. То есть мы делаем, опять же, рейтингование полей. Здесь зеленым выделены наиболее плодородные участки. Вот они. Желтым – среднеплодородные. И красным – это низкоплодородные. То есть заказчик может визуально оценить, насколько много здесь плодородных участков, увидеть гектарность. Ну, это визуально понятно и практически пригодно. Вот. Опять же, повторюсь, что всю эту работу мы делаем, значит, начиная с картографического разбора и, в основном, через полевое почвенное обследование. Через понимание рельефа, через понимание структуры почвы и понимание качества почвы. Акрохимика. Так. Еще один кейс. Андрей, наверное, знает. Акрофирма «Пегас». Саратовская область. Была поставлена задача Алексею Владимировичу Бирюкову. Значит, при покупке новых массивов земель оценить их качество и провести по выбранным хорошим участкам полевое почвенное обследование. Соответственно, мы эту задачу решили. Провели рейтингование полей, провели полевое почвенное обследование, картографический разбор. То есть клиент остался доволен. Мы продолжим с ним работать. Вот, в том числе, наша работа – это диф внесение под посев кукурузы в Саратовской области в прошлом году. Вот. И здесь вот видео небольшое. Ну, не знаю, стоит бы включать. Время мало, наверное, да? Да, время мы уже… Я хотел как раз вам сказать, что пора закругляться. Ну, у меня, в принципе, в основном все. Если есть какие-то вопросы… Да, сейчас вопрос по… Минуточку. при характеристике участка, есть ли у вас результирующий показатель, который будет характеризовать этот участок? Обязательно будет, да. У нас есть три категории. Это вот высокоплодородные, среднеплодородные, низкоплодородные. То есть, как вот… Как вы оцениваете, полдородные или неплодородные? Да. Значит, оценка следующая. Это… По оценкам гумус. Гумус. Значит, анализируется гумус. Дальше… Гранулометрический состав. И акрохимия. То есть, подвижный фосфор, калий. Все намного проще. Вот, урожайность. Это и есть реакция растений на условия произрастания. И все вот эти ряды характеристик, они тут исходятся сюда. Урожайность. Да, что касается урожайности. Продуктивность. Продуктивность. Каким образом мы, кстати… Тоже хороший вопрос. Каким образом мы оценим свою эффективность? То есть, мы закладываем обязательно тестовые поля вот в тех хозяйствах, где мы свою работу делаем. Это закладное тестовое поле. В котором… В тестовом поле, соответственно, ставится та дозировка удобрений, которая была принята в хозяйстве до наших рекомендаций. И, соответственно, остальной массив – это вот как раз те дозировки, которые мы рекомендовали уже. Потом мы делаем сравнение. Что… Какая урожайность получилась, значит, на тестовых полях, если бы осталась прежняя норма в хозяйстве, и какая урожайность получилась с нашим дозировкой. То есть, сравнение есть такое объективное. – Да, еще вопросы Дмитрию Владимировичу? Нет. Дмитрий Владимирович, спасибо. Вот здесь уже говорили о том, что стоимость земли, которая по дорожению идет в Волгоградской области, она сравнивается со стоимостью земли на Кубани. Да? И действительно важно при покупке знать, какая земля… Если она уже есть в хозяйстве, то понятно, тут уже никуда не денешься. Придется ее и лечить, и улучшать. А вот при покупке нового земельного участка, разумеется, важно было бы знать его характеристики и быстро ли он окупит понесенные на приобретение затраты. Друзья, если нет больше вопросов, то я хочу поблагодарить всех за участие. Участие.